Здравствуйте! В эфире Актуальная тема. Ко дню Святого Валентина обсуждаем то, о чем многие стесняются говорить вслух. Венерические заболевания. И у нас в гостях главный врач медицинского центра Диамет Виктор Алексеев. Виктор Батальевич, итак, какова в целом ситуация в республике с венерическими заболеваниями? Ну, ситуация, я считаю, она, как говорится, управляемая, потому что ведется довольно тщательный контроль. На это есть специализированные службы, как кожно-венерологический диспансер, есть специалисты, которые этим занимаются. И если мы возьмем общую статистическую информацию, которая, в принципе, доступна из открытых источников, венерические заболевания даже имеют небольшую тенденцию к снижению. Хотя, конечно, такие заболевания, как актуальные, как сифилис, они все равно имеют место, как свою актуальность. Потому что легко передаются? Нет. Потому что многие венерические заболевания, то есть, если мы возьмем как саму терминологию, то есть, заболевания, передающиеся половым путем, или инфекции, передающиеся половым путем. Из этой же когорта можно выделить определенную, так скажем, группу заболеваний, такие как сифилис, гонорея, которые имеют свою действительно широкую актуальность и имеют именно скрытое или рецидивирующее течение, что наиболее опасно для дальнейшего инфицирования какого-то другого партнера. То есть, это не дает гарантии даже то, что, если, допустим, половой партнер предоставит какую-либо справку о том, что, допустим, у него какие-то анализы или мазки отрицательные. К сожалению, это так. А тогда как быть уверенным, что ты не подхватишь какое-то не очень приятное заболевание, если вы говорите, что даже справка не поможет? Ну, здесь есть такое понятие. Это понятие, я считаю, очень довольно верное. Это так называемая супружеская верность, моногамия, то есть, один половой партнер. Ну, и, конечно, в случае, так скажем, случайных половых связей, как у нас есть такая специализированная аббревиатура, использование барьерного контрацептива – это как презерватив. А если пара только недавно образовалась, нужно ли им браться за ручку и идти сдавать анализы? И, как вы думаете, многие ли сегодня вообще это делают? Анализы на инфекции краснополовые. Если честно говоря, конечно, я не думаю, что все молодые люди или вновь образованные пары, они этим, конечно, занимаются, потому что я в любом случае считаю, что образующаяся пара – это все равно элемент доверия. Элемент доверия. Пара просто так, я думаю, не создается. Соответственно, это и есть элемент любви. Еще раз хочу сказать – доверие. И если один половой партнер верит другому, то он в любом случае не хочет его как-то, скажем, подставить. Ну, если у него есть элемент, так скажем, сомнения, он, конечно, пойдет сам провериться и попросит также полового партнера сдать определенный какой-то перечень анализа. Наверняка это пока еще не такое распространенное явление у нас, как, может быть, на Западе. Ну, в этом плане, да, я согласен. Потому что республика у нас небольшая. Поэтому я думаю, что да, все-таки мы отличаемся в этом плане радикально и довольно хорошо в этом плане, допустим, от крупных мегаполисов, как Москва, Питер. Виктор Абатович, итак, какова в целом ситуация в республике с венерическими заболеваниями? Ну, ситуация, я считаю, она, как говорится, управляемая. Потому что ведется довольно тщательный контроль. На это есть специализированные службы, как кожно-венерологический диспансер, есть специалисты, которые этим занимаются. И если мы возьмем общую статистическую информацию, которая, в принципе, доступна из открытых источников, венерические заболевания даже имеют небольшую тенденцию к снижению. Хотя, конечно, такие заболевания, как актуальные, как сифилис, они все равно имеют место как свою актуальность. Потому что легко передаются? Потому что многие венерические заболевания, то есть, если мы возьмем как саму терминологию, то есть заболевания, передающиеся половым путем, или инфекции, передающиеся половым путем. Из этой же когорты можно выделить определенную, так скажем, группу заболеваний, такие как сифилис, гонорея, которые имеют свою действительно широкую актуальность и имеют именно скрытое или рецидивирующее течение, что наиболее опасно, так скажем, для дальнейшего инфицирования какого-то другого партнера. То есть, это не дает гарантии даже то, что если, допустим, половой партнер предоставит какую-либо справку о том, что, допустим, у него какие-то анализы или мазки отрицательные. К сожалению, это так. А тогда как быть уверенным, что ты не подхватишь какое-то не очень приятное заболевание, если вы говорите, что даже справка не поможет? Есть такое понятие. Это понятие, я считаю, очень довольно верное. Это так называемая супружеская верность, моногамия, то есть один половой партнер. Ну и, конечно, в случае, так скажем, случайных половых связей, как у нас есть такая специализированная аббревиатура, использование барьерного контрацептива, это как презерватив. А если пара только недавно образовалась, нужно ли им вот браться за ручку и идти сдавать анализы? И как вы думаете, многие ли сегодня вообще это делают? Анализы на инфекции краснополовые? Ну, если честно говоря, конечно, я не думаю, что все молодые люди или вновь образованные пары, они этим, конечно, занимаются, потому что я в любом случае считаю, что образующаяся пара – это все равно элемент доверия. Элемент доверия. Пара просто так, я думаю, не создается, соответственно, это и есть элемент любви. Еще раз хочу сказать – доверие. И если один половой партнер верит другому, то он в любом случае не хочет его как-то, скажем, подставить. Ну, если у него есть элемент, так скажем, сомнения, он, конечно, пойдет сам провериться и попросит также полового партнера сдать определенный какой-то перечень анализа. Наверняка это пока еще не такое распространенное явление у нас, как, может быть, на Западе. Ну, в этом плане, да, я согласен, потому что республика у нас небольшая, в принципе, мы друг друга, если так уж взять, можем узнать. Поэтому я думаю, что да, все-таки мы отличаемся в этом плане радикально и довольно хорошо в этом плане, допустим, от крупных мегаполисов, как Москва, Питер или иных городов. Ну, то есть, какой-то, видимо, элемент стеснения присутствует. А кто сегодня вообще в группе риска? Ну, группа риска, это, конечно, есть такое понятие, в первую очередь их, есть такой новый сейчас термин, это, например, женщины с низкой социальной ответственностью. Как вы красиво сформулировали. Ну, то есть, это тот разряд, который ранее назывался как проституция. Ну, и, соответственно, это, конечно, люди, молодые люди особенно, которые имеют довольно много половых партнеров, смену половых партнеров. Это, конечно, это так называемая классическая группа риска. Есть группа риска людей, которые, к сожалению, подвержены практически всех. То есть, вот, допустим, даже вот все вот сидящие в этом здании. Допустим, относительно новые, так скажем, диагносируемые и подлежащие лечению заболевания, это, например, как, допустим, хламидийная инфекция. Соответственно, хламидийная инфекция, от нее, в принципе, никто как бы в целом не застрахован. Поэтому, как бы, один и тот же принцип – это, конечно, моногамия и так далее. Также в группу риска есть такое понятие, когда в группу риска относят, например, женщин с какими-то хроническими заболеваниями женской половой сферы. То есть, это так называемые сальпингофориты, цервициты и так далее. То есть, когда есть элемент уже сниженного иммунитета, и этот сниженный иммунитет, он все-таки играет отрицательную роль в случае, ну, не дай Боже, контакта с каким-то заболеванием, передающимся полным путем. Потому что все-таки передача инфекции, передающаяся полным путем, она, ну, в большинстве случаев не всегда является, ну, можно сказать, стопроцентной. Это группа риска лиц, которые, например, злоупотребляют алкоголью. Это однозначно. Потому что алкоголь, беспорядочные половые связи, ну, это можно сказать в современном понятии, ну, как синоним. То есть, мужчины в этом списке все-таки есть, а то мы вот пока слышали женщины и женщины. Да, конечно. То, что я как ранее говорил, это действительно молодые люди, которые, так скажем, подвержены частой смене половых партнеров. Ну, помимо этого, все-таки раньше, если имела такая тенденция, что это был определенно молодой или, так скажем, средний возраст, то, в принципе, есть уже группа риска людей, которые, так скажем, за 50. Есть определенные, потому что физиологические моменты, связанные, так скажем, с возрастом. Ну, и плюс то, что, как бы, в целом качество жизни, как бы, улучшается. И, соответственно, ну, люди, тем не менее, как бы, расширяют свой, так скажем, половой диапазон общения и так далее, и так далее. И, соответственно, это тоже элемент группы риска. Ну, и еще раз хочу повториться, что это, конечно, допустим, я считаю, что для Республики Бурятия это в целом актуальность, это все-таки люди, злоупотребляющие алкоголь. Есть определенные заболевания, передающиеся половым путем. Это еще раз подчеркиваю, как, допустим, хламидийная инфекция. Это, в принципе, подвержены всем. В той или иной степени. И при этом не нужно забывать, что, допустим, в группе инфекций, передающихся половым путем, относятся в том числе помимо сифилиса, гонорея, то, что у всех как бы на слуху. Есть и другие заболевания. Это, например, вирусные гепатиты. Это вирус папилломы человека. Это строконечные кандиломы. Это тоже разряд заболеваний, передающихся половым путем. И в этой ситуации никто, в принципе, не застрахован. Никто, в принципе, не застрахован. То есть, можно сказать, что в любом случае группа риска в той или иной степени распространяется по гендерному составу как на женщин, так на мужчин. Но основной принцип – это то, что если люди ведут довольно активный половой образ жизни. Понятно. Если говорить про какие-то еще новые заболевания, может быть, какие-то экзотические, есть ли у нас они в Бурятии, есть ли да, то откуда они вообще появляются? Мы их завозим откуда-то извне, там, из стран экзотических. Либо у нас все по старинке. Ну, основной спектр заболеваний, если мы возьмем так инфекционный профиль, чаще всего вот эти заболевания относятся к разряду инфекционных заболеваний. Я все-таки думаю, основной спектр – это наш основной. Но есть, конечно, заболевания, которые имеют тенденцию иметь завозного характера. Ну, в частности, если мы возьмем инфекционные заболевания, это, допустим, малярия. Но это бывает крайне редко. И то это завозные случаи, это случаи, не возникшие, так скажем, внутри Бурятии, а это человек, который приехал откуда-то, с другого региона, с другой страны и так далее. Также вот сейчас довольно большой туристический поток. Иногда бывают такие случаи, у нас два, как минимум, таких случаев было не то, что подтверждено. Мы клинически это рассматриваем, клинически. Потому что лабораторно мы, к сожалению, это не смогли подтвердить. Это так называемые случаи филлеритоза. Что это? Это такая паразитарная инфекция, относящаяся к тому, что и характерная для стран, так скажем, с тропическим климатом, субтропическим климатом. В данной ситуации это была группа людей, которая отдыхала в Таиланде. Видимо, отдыхали, так скажем, больше, так скажем, общий дикий туризм был. Соответственно, какой-то незащищенный, необработанный пляж, не соблюдение определенных методов личной, так скажем, индивидуальной гигиены и так далее, и так далее, что в конечном привело к тому, что они инфицировались. Привезли сувенир. Да. Это паразит, который может проникать в кожу человека в данной ситуации, это было проникновение через, допустим, вот, лежа на пляже. То есть, это промежуточный хозяин. Это насекомые кровососущие. Они откладывают, как бы, свои яйца. Там очень тепло. Со временем проходит определенный период времени, появляется личинка. Эта личинка, есть такое понятие, транспиркутантная. То есть, через кожу проходит в организм человека, когда он отдыхает на пляже. Звучит ужасно. Да. Ну и, соответственно, был такой завоз. Но это лечится. Да, это лечится, конечно. Это есть определенный перечень лекарственных препаратов. И в данной ситуации еще применялась криотерапия. То есть, метод воздействия жидким азотом. Если говорить про ВИЧ, какова ситуация, что сегодня нужно знать нам об этом заболевании? Ну, я бы хотел сказать, что ВИЧ – это довольно уже, так скажем, не новое заболевание. О нем все знают. Очень идет активная пропаганда в средствах массовой информации. Мы в любых мессенджерах и так далее, и так далее. То есть, нет, я считаю, такого человека, который не знает. Но ВИЧ, к сожалению, он, конечно, имеет свою тенденцию к увеличению. Я не скажу, что прямо такое резкое увеличение, но это все равно идет под контроль. Если ранее, когда вот были первые пациенты с ВИЧ и так далее, это все-таки основные, так скажем, носители, основные заболевшие – это были все-таки наркоманы. То есть, которые употребляют паранатеральные наркотики. В данной ситуации все-таки имеет уже рост передачи именно вируса иммунодефицита человека половым путем. К сожалению, это так. Соответственно, это наиболее активный, трудоспособный, так скажем, как сказать, трудоспособный возраст именно вот этих людей. Это предел где-то от 20 до 39 лет. Поэтому это, к сожалению, так, что половой путь сейчас стал именно на первое место по передаче именно вируса иммунодефицита человека. Кроме полового есть еще и другой путь. Да, конечно. Через кровь. И некоторые советуют ходить и проверять свое здоровье чуть ли не раз в год для того, чтобы быть уверенным, нужно ли на самом деле это делать, если ты себя хорошо чувствуешь, у тебя постоянный половой партнер, и ты ведешь правильный образ жизни. Ну, я считаю, что да. Потому что, как говорится, если ты уже предупрежден, то, что мы даже вот сейчас эту передачу проводим, то есть народ, если это смотрит, жители это смотрят, республики, города, то есть они уже, условно говоря, предупреждены. Если они уже предупреждены, то, соответственно, они вооружены. Чем ранее это выявится, чем раньше это выявится, тем, условно говоря, будет ранее начато какое-то обследование, по возможности какое-то лечение, что не даст развиться уже следующей стадии ВИЧ, которая уже, к сожалению, может привести к каким-то нехорошим, ну, вплоть до летального исхода момента. А существуют ли какие-нибудь прививки от таких заболеваний? Можно ли как-то себя с помощью прививки защитить? Да, есть такие иммунобиологические препараты, или как их называют все вакцины, и, в частности, наш медицинский центр это очень широко позиционирует. В первую очередь, это уже с 90-х годов активная вакцинация идет по всей Российской Федерации, это против вирусного гепатита В. Это уже дало свои положительные моменты. По той простой причине, потому что острых форм вирусного гепатита В уже нету. Именно благодаря вакцинации? Именно благодаря вакцинации. То есть все вот сейчас молодые мамы, которые очень хорошо что рожают в республиканском городском перинатальном центре, они все знают, что их ребенка прививают от вирусного гепатита В сразу же практически в первые сутки. Другой момент, то, что я ранее говорил, это вирус попелома человека. Вирус попелома человека, это тоже заболевание, передающее сплавным путем. И здесь тоже есть вакцинация от вируса попелома человека. И эту вакцинацию мы тоже проводим у себя в медицинском центре Диамет. Желательно ее, конечно, уже начинать уже девочкам, подросткам, начиная с минимального возраста, хотя бы с 10 лет. Конечно, перед этим нужно, конечно, посмотреть, чтобы детский гинеколог дал назначение, обоснование, и потом уже делаем вакцинацию. Это позволит девочке защитить себя от этого вируса попелома человека. Потому что, к сожалению, этот вирус, он вызывает онкологические заболевания. Может быть предшественников онкологии. То есть, если даже мы его вылечим, то он может спровоцировать в дальнейшем? А тут уже вакцинация, она даст тот положительный момент, что определенные сиротипы этого вируса попелома человека, они у этого человека не будут. Не будут. И, соответственно, эта девушка, будущая мама, она будет защищена. На всю жизнь? Можно сказать, что да. На всю жизнь. То есть, это не какая-то там прививка, которая повторяется с периодичностью раз в сколько-то лет? Нет. Ее мы делаем, и там получается уже хорошая базовая основа. В том числе, это можно уже делать так же и молодым девушкам. Так называемым, как мы говорим, молодого, фертильного возраста. Конечно, перед этим нужно пройти определенный спектр обследований, которые назначит акушер-гинеколог, и начинать вакцинацию. В целом, мы всегда к этому призываем, потому что это необходимо. Потому что здоровье молодых людей, наших детей, это здоровье нации. Как врач, какие советы Вы можете дать нашим зрителям, как уберечься от заболеваний, передающихся половым путем, при условии, что им не хочется ни в чем себе отказывать? Все-таки еще раз хочу повторить, что самый главный принцип профилактики заболеваний, передающихся половым путем, от инфекции, передающихся половым путем, это все-таки моногамия. Это один половой партнер. С которым есть чувство доверия, есть чувство любви, и обратная такая же связь. Если этот принцип будет соблюдаться, то, в принципе, как говорится, ты уже будешь защищен пожизненно. Ну и, конечно, все-таки, если есть моменты, когда нет пары, идут поиски пары, так скажем, то, конечно, это использование барьерного контрацептива. То есть, как в народе говорят, это презерватив. Хотя здесь я хочу тоже подчеркнуть, что презерватив, он все-таки не будет иметь стопроцентной гарантии. По разным причинам. То есть, стопроцентную безопасность он не дает? Стопроцентную безопасность он, к сожалению, не даст. А что даст стопроцентную безопасность? Только моногамия? Я думаю, что да. То есть, никакое там средство контрацепции не может нас полностью защитить? Да, я думаю, что да. Потому что моногамия, доверие – это, я думаю, единственный принцип, который со стопроцентной уже гарантией даст определенную, так скажем, достоверность наших отношений. Идеальный посыл к нашему сегодняшнему празднику. Любите друг друга и будьте верными, да? Да. Я бы тоже так хотел бы сказать. Виктор Батарович, спасибо за интересную и полезную беседу. Это была программа «Актуальная тема». До встречи в эфире. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!